Интересно, наверное, послушать короткие волны на настольный ламповый приемник в лесу, да еще и приемник 60-х годов американского производства. Самое сложное, конечно же, обеспечить питание 220 вольт для лампового стационарного приемника в полях. Я сегодня это буду делать не с помощью бензогенератора, а с помощью преобразователя из 12 вольт в 220, но преобразователь этот не импульсный, не высокочастотный, работает на частоте 50 Гц, на выходе него стоит большой силовой трансформатор, поэтому надеюсь, что помех будет не так много от него. Они, конечно, будут, но их будет немного. Расположился я с приемником вот здесь в палатке на берегу речки. Иногда идет мелкий дождь, поэтому под открытым небом я не буду такой старый ламповый приемник включать. Но под дождем, в палатке, это лучше, чем с городскими помехами слушать КВ эфир. Слушаем 40-метровый диапазон, антенна двухдиапазонный траповый диполь 40 и 80 метров. Вижу флота, Сергей Центрадио. Значит, я не ошибся. Ну, в общем-то, я еще не совсем постарел. Регулировка полосы пропускания прекрасно работает. Вот, значит, скала и все. Вот, ну сейчас тоже где-то... Звук слушаю на штатный громкоговоритель от этого приемника со встроенным еще и на жителем Доброкостя. Самое главное – здоровье. Проверим точность установки частоты по шкале с помощью кварцевого калибратора. Включил калибратор, работающий на частоте 100 кГц. Через каждые 100 кГц метка. Вот я сейчас установил по нулевым биениям точно приемник на частоту 7100. И механически можно передвинуть шкалу и установить точно, чтобы здесь было показание 7100. А еще ламповая техника вся греется сильно. И здесь в палатке от работающего приемника стало очень даже тепло. Я бы даже сказал жарко. Вот, вы, вы какой? Анна, что? А, что это? Значит, по фронтам, где-то, наверное, градусов на 30... Оставить ее не сложно. Ну, напишите там, я не знаю, на чем вы пишете. На туалетной бумаге там или аппаратный журнал «Владимир», например. А, что я не видел? Интересное ощущение, конечно, слушать ламповый приемник 60-летней давности в лесу, в палатке. Но очень хочется, конечно, услышав какую-то станцию, выйти на передачу. Не привык слушать только на приемник, обычно на трансивер слушаю и услышав кого-то, хочется вызвать сработать. Здесь это невозможно. Жалко, что нет еще такого же, того же времени отдельного лампового передатчика. Посмотрим, что на 20-ти метровом диапазоне. Боковая полоса перестраивается вот так вот. То есть это издвиг ПЧ и изменение боковой полосы. Все это одной ручкой делается. На 20-ти метровом диапазоне антенна у меня не очень эффективная, поэтому сигналы все слабые. Пожалуйста, еще раз. Цаплю, еще раз. Здравствуй, Стас. Пятерочка, девятка. Отлично. Принято. Володя, город Красный Солин. На 7-й Палатинск. Прием. Значит, там нарисовали. Ну, значит, из работы. Однако не так-то просто. Было просто на бумаге. Забыли про горы. Мы про горы и овраги. Ну, чего-то есть. Так, я тоже потихоньку собираю. Немного станции на 20-ке слышно. Пойду опять на 40-ку. И боковую полосу надо будет сменить, не забыть. Да, товарищ, спасибо. Ну, вижу, лог у вас стоит, поэтому представляться не буду. Что у нас тут крайний кисот получается. Париселектор достаточно узкополосный. Даже при перестройке в пределах одного диапазона приходится его подстраивать. Здесь вторая репная, да. Вот такое же дело. Вам почти что-то съели. Он сейчас... Хотелось, мне так... Таржи-3, Павел ТВ. У меня уже... Здравствуйте. Таржи-4, ХВ, прием. Роман-4, Харитон-Василий. Роман-Ольга-3, Роман. Здравствуйте. Это я слушал на полосу 36 кГц. А сейчас переключил на более узкую полосу пропускания 2,1 кГц. Попробуем на нее послушать. Заметно, конечно, стало, что все звуки стали более узкополосными. Пока в эфире станции не так много, то приятнее слушать на более широкую полосу. Я скажу так, не айс, а вот. Грязи хватает. Радио Ольга, 3 радио, 7. Звучит музыка. Мы всегда встречаемся в эфире, когда есть прохождение. Володя, спасибо вам огромное. Здоровье самое главное. Всех благ, удачи вам. И до новых радио... На Урмарский район, на деревне Старо-Муратова, за Бугулемы, на теплейших пожеланиях. Роман-Центр 4, Игорь Грима, я Роман Васильевич. На 13 900 в амплитудной модуляции удается принять одну единственную вещательную станцию, вероятно, на китайском языке. Для работы в амплитудной модуляции пришлось переключить вот эти два переключателя на передней панели, отключить телеграфный гетеродин и переключить детектор со смесительного типа на диодный амплитудный. Но полоса пропускания при этом осталась все равно 3,6 кГц. Более широкой полосы пропускания для амплитудной модуляции у этого приемника просто нет. На 7 300, 7 400 тоже слышно вещательные станции в амплитудной модуляции, но прохождение сегодня не очень хорошее, поэтому станции эти проходят с очень слабым уровнем. Резонанс при селектор очень узкий, поэтому приходится очень точно его подстраивать даже при небольшой перестройке по частоте. Огребители на 40 метрах работают в однополосной модуляции, приходится переключать приемник. Огребители на 40 метров Хотя и у этого 22 метра с лишним до последнего директора вот до последнего директора 22 метра было приличное приличное моё международные в Мы с вами, сука, уже не успели посадить, вечер наступил. На приют. Приятнется, приятнется. На вещательном участке 40 метров, 7300-7500, слышно много вещательных станций. Ну, во-первых, полоса узкая, 3,6 кГц, слушать амплитудную модуляцию не удобно. Во-вторых, прохождение не очень хорошее, и станции проходят негромко. Добрый день, коллега, здравствуйте, громко принимает, 5,9,5,10, Владимир на... Добрый день, Владимир, отлично принимает, также 9 децибел Евгения Шибетина. На приеме. Что-то рядом она справилась. В лесу дождь небольшой идет, а у меня здесь сухо и тепло, ламповый приемник греет палатку. Практически год назад. Отлично принимаю, 5,9. 40 метров, 40 метров. Радио, 4, адио, Ольга, прием. Посмотрим, насколько ушла частота плавного гетеродина. Я этот приемник здесь весь день сегодня гоняю, утром проверял калибровку, и вам это показывал. Сейчас уже прошло несколько часов, включаю опять калибратор, и по нулевым биениям на частоте 7,100 проверяю шкалу. Более-менее точно по риске встает указатель на 7,100 по калибратору. То есть за все это время менялась, конечно, температура сильно. Был сильный дождь, потом он прекращался, потом небольшой дождь начался. И температура менялась, было и 12 градусов, и 15, и 16. Ну, значительно, в больших пределах частота не ушло плавного генератора. На 14-400 с чем-то, уже выше любительского диапазона, тоже слышно вещательную станцию. Такое ощущение, что тоже на китайском. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok